Это деловые факты в студии Кристина Пьяных. Здравствуйте. Малый бизнес поднимает голову. По данным РБК, в первом полугодии 2017 года в Краснодарском крае почти двукратно выросло как число малых предприятий, так и оборот по ним. В январе и июне показатель составил почти 440 миллиардов рублей, в то время как годом ранее за аналогичный период выручка компании была в два раза меньше. Действительно ли малый бизнес справился с кризисом быстрее старших собратьев? Об этом мы спросим Мурата Дударева, замопредседателя краевого отделения общественной организации «Опора России». Мурат, здравствуйте. В первом полугодии оборот бизнеса малого вырос вдвое. Действительно ли бизнес справился с кризисом или он начал быстрее реагировать на внешние факторы? Что происходит? Расскажите. Вы знаете, с одной стороны, малый бизнес действительно более маневренный, чем бизнес крупный. Но с другой стороны, я бы не назвал это каким-то экономическим чудом. Это, скорее всего, естественные экономические процессы, связанные с тем, что был летний сезон, теплый сезон, когда у нас увеличивается поток туристов, туристическая отрасль начинает больше работать, сопутствующие отрасли также увеличивают свои обороты, пищевая промышленность, иные сферы экономики. И также это связано со сбором урожая. Когда собирается, соответственно, урожай, он реализуется и повышаются обороты. То, что увеличилось число малых предприятий, конечно же, это радует. Это в том числе и результат пропаганды того, что необходимо открывать бизнес, необходимо не бояться рисковать. Как вы думаете, они специально к лету подгадали и открылись? Я думаю, да. Потому что те отрасли, которые заточены на сезонность, естественно, им выгоднее открываться летом или весной. Допустим, это строительная отрасль, это туристическая отрасль, сельскохозяйственная. С этим и связано. На ваш взгляд, если открывать свой бизнес, в каких сферах его выгоднее вести, а в каких, наоборот, его вести очень даже невыгодно? Кажется, сейчас куда ни посмотри, вокруг или пивные, или СТО? Я бы не стал заострять внимание на конкретных сферах. Дело в том, что каждому человеку Бог дал свои способности. У нас сколько талантливых людей тогда? Автомехаников и любителей спиртного, получается. Да, у нас много талантливых людей, но нельзя поддаваться моде. Дело в том, что если ты открываешь пятую автомойку на своем квартале, или пятую пивную на своем квартале, то, скорее всего, к тебе не пойдут. Потому что у клиентов уже сформировались определенные те субъекты предпринимательства, к которым они ходят. И, скорее всего, ты потерпишь фиаско. Отталкивайся от своих собственных возможностей, от своих даров, которые тебе дал Бог. И занимайся предпринимательством. И, скорее всего, именно в этой сфере ты обретешь успех. Можно ли сказать, какие времена ждут малый бизнес со стороны госорганов, со стороны институтов поддержки? Ну, я хотел бы сказать здесь о сфере банковского кредитования. Дело в том, что предпринимателю необходимо финансирование. Однако банковское кредитование настолько формализовано, настолько там автоматизирован подход к предпринимателю, к его доходам, к его оборотам, к его кредитной истории, что за малейшие огрехи, за малейшие проседания в оборотах ему могут отказать в кредите. Здесь, на мой взгляд, будет очень действенным инструментом это частное инвестирование. Мы, опора России, сейчас занимаемся тем, что объединяем частных инвесторов в Краснодарском крае с целью содействия процесса модернизации производств, развитию малого и среднего предпринимательства. Частный инвестор, он более мобилен, он более человечен в подходе к рассмотрению того или иного бизнеса. С ним всегда можно договориться без оглядки на какие-либо огрехи в бизнесе, потому что все мы живем, и жизнь состоит не только из растущих моментов, но еще и бывает, когда бизнес понижает свои обороты. И хотелось бы еще осветить один аспект по налогам. У нас в Краснодарском крае действуют налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения. И в данный момент опора России совместно с администрацией Краснодарского края провела ряд совещаний, признав целесообразным продление этих налоговых льгот. Однако в данный момент законодательное собрание Краснодарского края... На срок более двух лет даже, да? Можно продлить более двух лет. То есть период истекает, и сейчас необходимо решить, продлевать его или не продлевать эти налоговые льготы. ЗСК считает нецелесообразным, по нашей информации, продление этих налоговых льгот ввиду их неэффективности. Однако, по нашему мнению, их эффективность возрастет тогда, когда увеличится число видов деятельности, охваченных этими налоговыми льготами. Тогда большее количество предпринимателей смогут воспользоваться ими, и они дадут свой эффект. А в каких сферах деятельности эти льготы сейчас действуют? Они сейчас действуют, если говорить о налоговых каникулах, то это социальная, производственная, научная сфера для предпринимателей, которые открылись впервые. И именно те льготы, которые связаны с понижением упрощенной системы налогообложения, ставки ее, они также действуют в ряде сфер, тоже связанных с производственной, социальной, научной сферах. И существует определенный перечень их. Ну, в общем, какие еще? Очень коротко, у нас совсем мало времени до конца эфира. Да, Министерство сельского хозяйства по нашему... А, все, извините. О развитии малого бизнеса мы сегодня говорили, еще вскоре очень подробно поговорим. С Муратом Дударевым, замом председателя Краевого отделения общественной организации «Опора России». Это были «Деловые факты». Оставайтесь на телеканале «Кубань-24». Оставайтесь на телеканале «Опора России».